Стадион Спартак. Как и всегда, в праздничные дни здесь залили каток. Только в этот раз условия для катающихся стали намного комфортнее. В прошлом году при поддержке спикера Госдумы Вячеслава Володина завершили первый этап реконструкции спортивного объекта. Для горожан обустроили ледовую площадку, открыли прокат коньков и точки общественного питания. Вход для горожан был свободный. Но из-за коронавируса саратовцам нужно было соблюдать правила безопасности, держать дистанцию. Света больше стало, лампочки подставили, лестницы сделали. Намного лучше, чем было раньше. Копьёчка, музыка, хорошая атмосфера. Сейчас стало здесь очень комфортно, настроение поднимается и очень круто кататься. Прокат коньков есть и сделали, скажем так, интерьер очень красивый. Впервые каток появился на набережной космонавтов. Правда, открыли его не сразу. Из-за погодных условий и сильного уклона в сторону памятника Гагарину заливали лед постепенно. Первый участок от ротонды до центрального спуска сделали на Рождество. По словам чиновников, заработал каток в тестовом режиме. Саратовцы заметили некоторые недочеты. Мы хотели сразу прийти попробовать какой лёд, потому что очень красивое место. Но вот получилось сегодня. Лёд немножко неровный, но, не знаю, мне кажется, это ерунда по сравнению с тем, что, в общем-то, можно здесь кататься. Лампочек можно побольше, можно на всех аллейках. Они не помешают. Люди общаются, люди присели, люди отдыхают, люди любуются. Вот сейчас мы переобулись, ну, просто оставили здесь пакет с обувью. Все-таки, чтобы обустроенное место какое-то было, чтобы можно было разуться. Да, конечно. Ну, какие-то ящики, не ящики, как будто, ну, что-то хотелось бы. Ну, если это массово, то это нужно обустраивать. Замечание сделал и депутат Госдумы. Николай Панков протестировал каток в день открытия. Парламентарий заметил, что не хватает точек общепита, иллюминации и раздевалок. По словам Николая Панкова, недочеты городские чиновники должны были исправить и обеспечить комфортный отдых для людей. Каток по качеству, наверное, не отличается, что на Волге, что здесь. Он должен быть более качественным. Ну и, конечно, настроение. Да, настроение что придает? Так, шертовая иллюминация, да, выех. Вот мы подошли, кафе работает. Вот смотри, лавочек здесь нет, чтобы вот переобуться, да, поставить два кресла. Это мало. После замечания участок от центрального спуска до ротонды начали украшать. Николай Панков решил провести опрос среди своих подписчиков. Жители определяют лучший в городе каток. А их в этом году было немало. Помимо Спартака и набережной, покататься на коньках можно было на стадионах «Сокол» и «Волга», а также в детском парке. Полина Попенец, Олег Буланов, Саратов, 24.